Элегантные наряды, волшебная музыка, счастливые лица. В Чувашско-Сорминской школе Аликовского района впервые состоялся кадетский бал. На праздники побывала моя коллега Олеся Русакова. Почувствовать себя Наташей Ростовой или Андреем Балконским и закружиться в ритме вальса, попробовать станцевать полонез, французскую кадриль или мазурку. Такую возможность всем желающим предоставили в Чувашско-Сорминской школе впервые. К своему дебюту девочки и мальчики готовились на протяжении нескольких месяцев. Каждый день репетировали, каждый день узнавали новые движения. И с каждым днем это нам нравилось все больше и больше. Кадетское движение в Чувашии активно развивается с начала двухтысячных. Сегодня в республике четыре школы и более ста кадетских классов. И это одна из самых востребованных форм образования. Именно через патриотическое воспитание наши дети получают знания и научатся ценить и любить. Не говоря уже о родителях, они это направление призывают ценить, любить родителей, свою родину защищать. Когда мы решили открыть кадетский класс, выбрали мы шестой класс. И этот класс мы выбрали не зря. В этом классе, если у нас там обучаются 13 детей, обучались, было 50% детей из неблагоположных семей. Почему? Решили именно поэтому. Нам было очень тяжело с этими детьми работать. Спустя год мы уже результат увидели. Дети потянулись и в учебе, и дисциплина у них другая стала, они более стали ответственными. Всего за три года кадетские классы стали пользоваться спросом у всего района. Постигать азы военной службы несколько ребят перевели специально из других школ. Они признаются, что звание кадета ответственно и очень почетно. В дальнейшем я хочу пойти по этому направлению. Потому что это мне, то, что я сейчас учусь в юнормии, это мне поможет в будущем. Сын учится в 10 классе. Я уже вижу, как он стремится быть героем, подражать тем самым бывшим героям, любит историю. И вот это все дает детям развивать патриотические чувства. Поэтому я вообще от души рада, что у нас в школе, у нас именно в Чувашской Сорминской школе, такие кадетские классы. Открытие кадетского класса в селе Чувашская Сорма стало возможным и благодаря поддержке руководителя пограничного братства Чувашии Анатолия Шорникова. Он уверен, за такими ребятами будущее России. Вас радует, что в этой школе патриотическая работа на высоте. Мы тоже, как ветераны пограничники, частые кости в этой школе. Проводим очень много мероприятий. Беседуем по поводу вступления в пограничные институты. Для этого агитируем быть спортом заниматься, учиться хорошо, готовить себя к защите отечества. Они ведь наше светлое будущее, наша достойная смена. Кадетское образование богато своими традициями. И одна из них – балы. Ведь настоящий кадет должен знать не только азы военной науки, но и основы этикета – быть развитым и физически, и интеллектуально. Наконец, это просто очень нравится самим ребятам. В гости к ученикам Чувашско-Сорминской школы приехали кадеты и Вурнарского района. Пока в Чувашско-Сорминской школе действуют два кадетских класса. В будущем здесь планируют сотрудничать и с военными учебными заведениями, чтобы после школьной скамьи ребята продолжили изучать военное дело. Олесь Русакова, Валерий Резюков, Республика.